В 60-е годы прошлого века красота Валентины Малявиной сводила мужчин с ума. Сегодня о актрисе исполняется 79 лет. И в этой слепой старушке с отпечатком алкогольной зависимости на лице тяжело узнать популярную артистку. Несчастная любовь и обман мошенников привели ее на самое дно. В 17 лет она влюбилась в Александра Збруева, но родители не позволяли им встречаться. Вскоре девушка забеременела и молодые приняли решение расписаться. При этом мама Вали заманила ее в больницу, сказав, что просто на осмотр, но там ей сделали аборт. При этом Александр не поддержал любимую, а наоборот избил ее. Он решил, что решение об аборте девушка приняла сама. Это разрушило их любовь. В этот период она поступает в щуку и вскоре становится звездой театра. Вокруг нее было множество поклонников, но она продолжала любить Збруева. Вскоре у актрисы зарождаются отношения с Александром Кайдановским, но 6 лет в череде скандалов убили всю любовь. Когда она познакомилась с режиссером Павлом Арсеновым, казалось, жизнь наладилась. Он был спокойным и ответственным, чего еще желать. Она родила мужу дочку, но спустя несколько недель малышки не стало из-за инфекции. Они вдвоем рыдали, пили вино и понимали, что теперь их отношениям придет конец. Актриса продолжила сниматься в кино и работать в театре. Вскоре она знакомится со Станиславом Жданько. Ну и эти отношения были печальными. Актриса часто прикладывалась к бутылке, а Станислав страдал от депрессии и всю злость срывал на малявины. Как-то вечером они поссорились, и артистка ушла из кухни. А когда вернулась, обнаружила возлюбленного в крови. Дознаватель решил, что это самоубийство. Но спустя несколько лет родственники Жданько возобновили расследование и ее посадили на 9 лет. Когда Валентина вышла из тюрьмы, то никому уже была не нужна. Вокруг была перестройка, кризис и смена экономики. Несколько эпизодов сериала под покровительством Збруева этим и закончилась ее карьера навсегда. Но началась другая жизнь, полная алкоголя и сомнительных собутыльников. У нее еще была любовь. Вначале кузнец, потом иконописец. Когда художника убили, это окончательно сломило Валентину Александровну. Как-то один из собутыльников толкнул ее. Она ударилась и потеряла зрение. А другой, так называемый друг, переписал квартиру на себя. Чудом знакомые разыскали актрису и поселили в пансионат, где она живет и по сей день. Збруев ее больше, не посещает. Видимо, невыносимо наблюдать когда-то любимую женщину полностью сломленной. А вы помните эту прекрасную и талантливую актрису? Если да, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!